В дни действия дополнительных ограничений, связанных с профилактикой распространения COVID-19, пожилые и маломобильные жители всех городов области должны быть обеспечены волонтерской поддержкой. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бедонько в ходе рабочего совещания по усилению волонтерской помощи на территории региона, которое он провел по поручению губернатора Евгения Куевышева. Волонтерские штабы будут созданы в каждом муниципалитете нашего региона. Напомним, на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта уже эффективно действует волонтерский штаб, созданный для помощи пожилым людям и маломобильным гражданам, вынужденным в условиях распространения коронавирусной инфекции оставаться дома. К этой масштабной работе уже подключились многие общественные и волонтерские организации. Среди них областное отделение студенческого корпуса спасателей и ассоциации волонтеров-медиков, студотряды, а также представители молодой гвардии Единой России и других движений. Как сообщила руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева, на сегодняшний день в волонтерскую работу вовлечено около пяти сотен уральцев. Всего с момента создания штаба добровольцами уже отработано более 350 обращений. Координация работы волонтеров ведется через программу ОНФ «Помощь». При этом помощь добровольцев не ограничивается только доставкой продуктов и медикаментов. Во время выполнения заявок удается решать и другие сопутствующие бытовые проблемы, с которыми сталкиваются люди, находясь в изоляции. Отметим, кроме общественных организаций в работу активно вовлечены областные министерства и ведомства, которыми прорабатываются дополнительные меры по поддержке уральцев в период действия ограничительных мероприятий. В ходе совещания Сергей Бедонько подчеркнул необходимость развития добровольческого движения в муниципалитетах. Главам муниципалитетов поставлена задача актуализировать количество потенциально нуждающихся в помощи людей и проработать возможность создания в каждом муниципальном образовании своего волонтерского штаба, организацию помещений, содействие транспортом. Кроме того, заявил вице-губернатор профильным министерствам, необходимо рассмотреть возможность создания стандартного продуктового набора, который будет бесплатно предоставляться пожилым людям старше 65 лет, инвалидам и другим льготным категориям граждан. По словам Сергея Бедонько, в такую корзину могут быть включены средства личной гигиены, предметы бытовой химии, а также основной набор продуктов – консервы, чай, сахар, макароны и крупы. Вице-губернатор добавил, что подобные рабочие совещания по настройке и корректировке работы, связанной с оказанием помощи уральцам, оказавшимся в изоляции, будут проводиться в регулярном режиме. В Артемовском городском округе достаточно жителей, которые готовы оказать волонтерскую помощь. Сейчас им важно получить поддержку от местных властей, скоординировать свои действия и провести системную работу, а не разовую акцию. Но не будем забывать, что у тех, кто по объективным причинам не сможет включиться в волонтерское движение, есть родственники, знакомые и просто соседи, которые сейчас особенно нуждаются в помощи. Не дожидаясь других, необходимо действовать самим, на простом житейском уровне, оказывая им содействие и особое внимание. При этом важно помнить о мерах безопасности и необходимо понимать, что вы сами того не желая можете стать источником заражения для тех, кому пришли на помощь.